Здравствуйте! Вы смотрите новости Набережные Челны в студии Елена Камалова. Я расскажу о главных событиях четверга. В автомеханическом техникуме завершается капитальный ремонт студентов. Будет больше. Почему? Ответ на этот вопрос будет озвучен в материале Эльмира Гайниудиновой. Активно, несмотря на мороз. Челнинцы рассказали, как часто в последнее время видели клещей. Подробнее в материале Яны Вальдю. Недетский секрет. Фотовыставка под таким названием открылась в молодежном центре НУР. Она приурочена ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Подробнее в материале Елены Камаловой. Золотые и бриллиантовые свадьбы. Во дворце торжеств прошло чествование юбиляров. Новые мастерские, новое оборудование. В автомеханическом техникуме имени Льва Васильева завершается капитальный ремонт. Строительные работы стартовали в ноябре прошлого года и проводились во втором корпусе образовательного учреждения. На объекте побывала моя коллега Эльмира Гайниудинова. Строители вышли на финишную прямую. Сейчас они докрашивают стены в мастерских. На двух этажах их будет семь. После чего начнется монтаж нового современного оборудования. Все это расположено во втором учебном корпусе автомеханического техникума. В следующем году зданию исполнится 50 лет. За долгие годы эксплуатации многое пришло в негодность отмечать сотрудники техникума. Второй учебный корпус у нас состоит из трех блоков. Два из них были уже с прошлого года на консервации, так как находились в аварийном состоянии. Использовался только блок теретистов зданий. Кровля протекала полностью, можно сказать. Отопление, ХВС, ГВС, все коммуникации уже были в аварийном состоянии. Но, по словам строителей, все эти проблемы остались в прошлом. В ходе проведения капитального ремонта они обновили буквально все – от пола до потолка. Заменены окна и индивидуальный тепловой пункт, и многое другое. Начав капитальный ремонт, мы заново обновили все инженерные сети, электрические сети, заново выполнили кровельные работы, также внедрили дизайнерские элементы. Строительные работы прошли в административно-бытовом комплексе, мастерских и учебном корпусе. Это уже последние штрихи капитального ремонта. В некоторых помещениях стартовали работы по уборке. В санузлах в скором времени приступят к установке перегородок. Изготавливаем легкие конструкции перегородок в санузлах. Здесь вот так и получится по размерам. Замерили, поставили. В общем, будет работать с индикаторами, с замками, чтобы отгородить. На данный момент в техникуме обучается свыше 1700 студентов. Эти двери автомеханического техникума имени Льва Васильева будут открыты для студентов уже в новом учебном году. Кстати, планируется, что и количество учащихся будет увеличено. Ведь после проведения капитального ремонта учебный корпус, который ранее был закрыт, откроется. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзеев. Новости. Набершные Челны. Опасные кровопийцы. Заморски, которые держались несколько недель, клещей не испугали. Они остаются активными. Владельцы собак опасаются за своих питомцев и за себя. Как уберечься от укуса кровопийцы, напомнит Яна Вальдю. Антон Хорошавин ежедневно гуляет с собакой. После каждой такой прогулки надо тщательно осматривать питомца, говорит мужчина. По его словам, несмотря на холод, клещи очень активны. Он уже снял с собаки не менее 20 паукообразных. Несмотря на то, что он с лекарством, клещ для него, по сути, не опасен. Но само количество клещей, оно как бы зашкаливает. И особенно, когда было тепло, здесь было прям очень много. Такого же мнения придерживаются и остальные владельцы собак. Клещи часто встречаются и тем, кто ездит в лесные массивы. Поэтому многим пришлось отложить сбор грибов, рассказывают любители тихой охоты. Знакомая сказала, что они сходили в лес за сморчками. Потом, говорит, выбирали полдня клещей из себя. И мы побоялись, конечно. Мы тоже хотели, вроде вижу, там ведрами продает погода вроде нормальная. Но побоялись. Я говорю, нет, давай-ка не поедем. Риск такой. Как-то я не перевариваю этих клещей. Смотрю, прям ползет вот этот на мне. Ну, я вот так вот смахнула его. Прямо вот на мне, около подъезда, дома, дома, вот около дома. Вот представляете, на скамейке вот такие вот клещи. Значит, а если уже пойти по газону, так уж вообще считай. Я еще сидела-то не на газоне, а на скамейке. При похолодании клещи сохраняют свою активность. Но реакция на проходящих теплокровных животных уменьшается. Наиболее активны паукообразные при температуре плюс 18, плюс 20 градусов. Чаще всего заражение клещами происходит как раз вот с утра до обеда. Они активны, пока еще роса сохраняется, пока влажность какая-то есть. А после обеда уже их намного меньше. То есть они уже прячутся, немножко уходят, так сказать, в подполье. Клещи не боятся дождя и могут переползать на нижнюю часть растения, чтобы спрятаться. Но их активность зависит от температуры воздуха. Паукообразные спокойно переносят заморозки. Кровопийцы прячутся в расщелинах листа или заползают в грунт, и там пережидают температурные качели, добавил Владимир Товма. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости набережной Челны. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Сегодня в НГПУ стартовал международный форум «Образование, реалии и перспективы». Он будет проходить два дня. Форум в очно-заочном формате объединил более тысячи участников из 33 регионов России и 8 зарубежных стран, включая Алжир, Тунис, Китай и другие. Педагоги делились своим опытом и перенимали знания своих коллег. Перед началом форума по традиции проходит выставка. На ней участники делятся своим опытом. Так, сотрудники индустриального педагогического колледжа разработали четыре проекта. Все они направлены на то, чтобы решить проблему с дефицитом учителей. Следует отдельно отметить наш проект «Педагогический отряд». Он направлен на работу с психологами педагогическими классами. Но НГПУ внедряют новые проекты не только в Челнах. Так, в ВУЗ под эгидой Минпросвещения России открыл центры изучения русского языка и культуры в таких странах, как Туркменистан и Алжир. Сегодня на этом форуме мы хотели бы рассмотреть вопросы работы наших трёх центров изучения русского языка и культуры, которые уже работают. Нам очень приятно, что с каждым годом наше сотрудничество с НГПУ становится более продуктивным. О готовности к сотрудничеству сообщили и представители Палестины. По их словам, многие успешные жители страны обучались в России. В Палестине сейчас не осталось вузов. Все институты разрушены, все университеты разрушены. Я надеюсь, что мы сможем сюда студентов привезти и в вашем городе, чтобы они учились, получили образование. Международный форум по традиции будет проходить в разном формате. Сегодня мы внедрили в образовательный процесс ядро педагогического образования. Это единая программа подготовки будущих учителей. И Набережный Челнинский государственный педагогический университет делает акцент также на цифровые контенты в системе образования. Во второй день форума состоится заседание стратегической сессии проектной проекта МГПУ. Они будут представлять своей разработкой в области подготовки учителей математики и иностранных языков. У нас стратегическая сессия проходит в течение года. Каждый раз это новая проблематика. И в этот раз мы выбрали иностранные языки и математику, потому что это те специальности, по которым есть дефицит. Кроме того, на площадке МГПУ пройдет семинар и для родителей учеников. Планируется обсуждение таких вопросов, как цифровая безопасность детей и особенности воспитания ребенка младшего школьного возраста. Альмира Гаинудинова, Кирилл Хабзиев, Новости, Набершная, Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Рустикс Детейлинг. Наномойка, бронирование кузова, химчистка, удаление царапин, полировка фар и кузова, нанокерамика. Телефон 783001. Центр занятости населения приглашает 23 мая на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР-102. Начало в 10 часов. АОК МКТМ потребуется. Мастер, стропольщик, слесарь-ремонтник, слесарь МСР, электрогазосварщик, тракторист, электромонтер. Телефон 20-20-20. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Недетский секрет. В молодежном центре НУР открылась выставка, приуроченная ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Дети и подростки, которых затронула проблема ВИЧ, рассказывают о своей жизни через фотографии. Какие проблемы они поднимают в нашем материале? Я пошла на другое. Марина Никитина смотрит на свою фотографию. Тогда ей еще не было 18. И сейчас девушка уже не скрывает свое лицо. Да и надпись сегодня была бы другой, признается она. По ее словам, до 4 лет ей пришлось жить в инфекционной больнице. У нее обнаружили ВИЧ. Биологическая мать от нее отказалась. Она воспитывалась в приемной семье. Примерно с 7 лет Марина посещала тренинги и группы взаимопомощи. Но полное осознание диагноза пришло гораздо позже, вспоминает девушка. Фотография была сделана до 18 лет. После 18 я решила открыть. Показать, наверное, своим примером, что дети есть, они существуют. Они также проходят определенный путь осознания своего диагноза, как с ним жить, как принимать таблетки всю жизнь. Показать миру, что дети с ВИЧ-инфекцией существуют – это одна из целей выставки, рассказывает руководитель благотворительного фонда «Не страшно». Как правило, это очень закрытая тема. Каждая фотография в этой экспозиции – история человека, столкнувшегося с серьезным заболеванием. Подобных смелых экспериментов в России еще не было. После набережных Челнов выставку покажут в других регионах страны, а также в Мюнхене на международной конференции по СПИДу. Задача и видеографа, и фотографа достаточно сложная – не показать лицо, не навредить ребенку. И вот из этого человек, тогда, когда нельзя показать лицо, показал настолько художественный, глубокий смысл этих иллюстраций, этих фотографий, потому что все судьбы уникальные. Фотографии и надпись к ним иллюстрируют проблемы, с которыми сталкиваются подростки с ВИЧ-инфекцией. К примеру, дискриминация или неприятие общества. На сегодняшний день на учете в спеццентре Челнов состоит около 2,5 тысяч человек. Чаще всего заражаются половым путем – это около 80%, поясняет врач-эпидемиолог. Также ВИЧ передается через кровь и от матери ребенку. К нашему филиалу прикреплены районы, 9 районов, и вместе с районами Челны и районы 27 детей у нас. По городу примерно 13 человек всего. Детки все получают терапию, у них подавленная вирусная нагрузка, то есть они не являются источниками заражения, то есть они безопасны. Будет выставка проходить до 1 июня. В рамках сегодняшнего мероприятия пройдет лекция о ВИЧ-инфекции, о путях передачи. В рамках фото-выставки все желающие могли также узнать свой ВИЧ-статус, пройдя бесплатное экспресс-тестирование. Результаты озвучивали через несколько минут. Елена Камалова, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. Марш Бендельсона спустя многие годы. Во дворце торжеств прошло чествование свадебных юбиляров. Пары отметили золотые и бриллиантовые свадьбы. Секретами счастливой семейной жизни они поделились с моей коллегой Лилией Гатиной. Александра и Ольга Кокон родились и выросли в Одессе. История их любви началась еще со школьных лет, когда впервые встретились на линейке первого класса. Александр сразу заметил девочку с большими бантиками и с тех пор они не расставались. После того, как они подали заявление в ЗАГС, начали решать вопрос трудоустройства. Все годы на работу на КАМАЗ люди съезжались со всей страны. Молодые решили, что их судьба и приехали в Набережные Челны. А сегодня пара отмечает золотую свадьбу. Доверие и любовь. Это прежде всего. Ну и еще есть семьи, которые говорят, но не слышат друг друга. Один говорит, другой говорит. А вот все зависит от того, что именно вот услышать. И тогда будет все замечательно. Вы поняли, какой главный секрет? Мудру жену выбрать. Указом президента России 2024 объявлен годом семьи. Для каждого из нас семья самая важная и дорогая, делится начальник управления ЗАГС. По словам Равилии Зариповой, создав семью, молодые учатся любить, прощать и радоваться жизни. Именно в семье передаются культурные национальные традиции. Чтобы каждого из вас согревало душевное тепло семейного очага, здоровья всем вам, мирного неба. И пусть вы были обнажены вниманием своих близких, детей, родных, внуков. И дальше уже еще раз прийти в ЗАГС, чтобы отметить свои юбилейные даты. С праздником юбиляров поздравили и творческие коллективы города. В завершении мероприятия супруги оставили свои подписи в почетной книге Дворца Таржес. Позже челнинцам вручили фотографии и подарки. Лилия Гатина, Сергей Бельданов, Новости, Набережные, Челны. Пришло время остановиться и подумать. Трупы татарского драмтеатра имени Аяза Гелязова готовят премьеру. Актеры покажут спектакль «Пробка» по одноименному произведению Ильгиза Зайнеева. Конечно, так всегда червью. Этот спектакль с необычным развитием сюжета об обычных людях, застрявших в пробке на шесть часов. Так, например, Зульфия Галиулина в роли Джимили попадают в пробку по дороге в роддом. Считают, что только в городской больнице рождаются умные дети. Ей приходится рожать прямо на дороге. И мой персонаж во время этого всего процесса открывается, растет, меняет свои мысли. И я считаю, что эта девочка, которая в пробку вошла девочкой с мыслями о том, что в городе рождаются гениальные люди, переросла в женщину, которая думает, что пришла к такому выводу, что главное – это жизнь. События доведены до такого состояния, что даже пёс по кличке Сэр, сидя в шестичасовой пробке, начинает философствовать. Телефоны дадут меньше, хватит куриноргейнды. Проблема. Дорожная ситуация будто специально останавливает их, чтобы они смогли принять важное решение в своей жизни. Это как бы не только пробка такая в дороге, да, это жизнь пробочная всего мира, всей жизни. Надо уметь как бы остановиться и подумать про свою жизнь, посмыслить немножко, да, поразмышлять, чтобы, ну, как бы, люди должны понимать, что есть время и подумать, остановиться и подумать. Спектакль «Пробка» – шестая премьера этого сезона поделился художественный руководитель Татарского драмтеатра. Кроме того, Олег Кинзягулов рассказал о планах на следующий сезон. Например, театр планирует и дальше работать и расширять проект «Тут такое дело». Сейчас мы начали работу над одним из великих композиторов Салихов-Сайдашева. Пьеса написана молодым автором Алиной. И главную роль в этом спектакле будет исполнять артист, но вы еще с ним познакомитесь. Это дальний родственник Салиха-Сайдашева. Также в планах работы над раскрытием художников и легенд татарской эстрады. Грандиозные планы у коллектива и в честь 80-летия победы на следующий год. Труппа подготовит для челнинцев и гостей города спектакль по произведению «Мы дети» 41-го года. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Набережной и Челны. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Елена Камалова. Оставайтесь на нашем телеканале.